Доброго времени суток, друзья! С вами Ольга Белова. Этот урок нашего бесплатного курса «Где и как находить партнеров для любого бизнеса» об одностраничнике. Разрешите представить, урок проводит настоящий профессионал, мастер своего дела, которая в совершенстве владеет инструментом создания одностраничных сайтов. Итак, моя подруга и партнер Лидия Розенгард. Попробуйте ответить для себя на такой вопрос. В каких единицах измеряется финансовая независимость? Время. Совершенно справедливо. Финансовая независимость измеряется во времени. А почему и как мы поговорим отдельно. И если мы перейдем на параметр «время», то выяснится, что финансовая независимость обладает где-то 2% населения. 98% отнюдь нет. Есть очень простая формула. Для разминочки мы закончили. И переходим непосредственно к теме нашего занятия. Что вы узнаете на сегодняшнем уроке? Каким должен быть одностраничник? Как на одном доменном имени создать от 10 и больше одностраничников и сэкономить 1000 долларов? Как сделать так, чтобы ваш одностраничник был уникальным, не похожим на другие? Как сделать так, чтобы он приносил вам целевых подписчиков? Вот об этом наше сегодняшнее занятие. И я возвращаюсь немножко при неборе на прошлом занятии. И я сделаю небольшой мостик к тому занятию, который был. Вот весь наш и сегодняшнее занятие проходит в рамках курса «Как развивать любой ваш бизнес». И для развития бизнеса нужно следующее. Сайт, почтовая программа, рассылка, блог, реклама. И нужен трафик. Для тех, кто не был на прошлом занятии, придет видеозапись или вы сообщите, чтобы вам дали. Для многим уже пришла. И, пожалуйста, ответьте на вопрос. Только те люди, которые не были на предыдущем занятии. Что здесь является главным для развития бизнеса? Прошу отвечать только тех, кто не был на предыдущем занятии. Жду ответы. Все, это понятно. Итак, люди, которые не были, пишут или все, или трафик. Сайт кто-то уже пишет, да? Все, это все. Вопросы понятны, да? Итак, многие совершенно справедливо ответили, что главным является все. То есть все, но из этого все мы выделяем. Сайт, почтовая программа, блог, реклама. Потом трафик. Вот Эдуард нас в прошлом занятии провел очень такую простую бытовую орегорию. Что такое трафик? Это приглашение людей на ваши ресурсы, сайты, блоги. Так вот, это можно сравнить со столом для гостей. Прежде чем приглашать гостей в дом, должен быть накрыть стол. Иначе гости очень разочаруются и в следующий раз к вам не придут. Причем хорошая хозяйка, ведь она учтет запросы всех гостей. Кто-то сидит на диете, кто-то вегетарианец, дети любят сладкое. Все разные гости придут в дом. Хорошая хозяйка об этом позаботилась. В нашем случае это звучит так. Каждый сайт должен быть направлен на свою аудиторию. Каждый сайт должен говорить своим языком с той аудитории, на которую он направлен. Их должно быть этих сайтов много. Даже на одну и ту же тему. Но возьмем наш пример, например, день рождения. Мы каждого гостя встречаем определенным блюдом. И идем с вами дальше. Итак, мы с вами поняли, прежде чем приглашать гостей, то есть организовывать трафик, у нас должно быть все подготовлено. Вот смотрим вот на эту страницу. У нас должна быть страница захвата. Она же и одностраничник. Вы знаете, вот я когда составляла слайды, готовилась к этому уроку, мне понравилась больше страница захвата, чем одностраничник. Хотя уже принято в миру, в интернет-миру называть одностраничником. Итак, должна быть страница захвата и должна быть создана автороссылка. Люди попадают на страницу захвата, оставляют там свои данные и дальше начинается автороссылка. И создаются отношения с теми людьми, которые подписались на вашем сайте. Одностраничники или страницы захвата. И поэтому мы с вами начинаем с главного блюда нашего стола. Мы начинаем с сайта. Одностраничника. Вот здесь для примера я привела свой сайт, который одностраничник, который как раз и приглашал вот на этот вебинар. Давайте посмотрим, из чего состоит этот сайт. Должен быть заголовок, подзаголовок, форма подписки и обязательно должно быть следующее. Чтобы человек оставил свои данные в форме подписки, он должен услышать, в данном случае у меня стоит видео, или увидеть, что за проблема будет решена, какие преимущества и результаты он получит по результатам того, на что его приглашают, или что ему предлагают, и тогда он оставит свои данные в форме подписки. Пока понятно, подписная страница, все это правильно так называется. Но прежде чем создавать одностраничник, мы делаем следующее. Мы с вами сейчас пройдем по основным правилам создания одностраничника, чтобы делать его уже правильно, а не как попало. Итак, мы знаем, что он состоит из заголовка, подзаголовка. Одностраничник должен отражать в своем заголовке, подзаголовке ту проблему, на которую он предлагает, приглашает, и показать даже в том же одностраничнике решение проблемы. И должна быть, конечно, форма подписки. И нужно соблюсти, понятие есть такое, релевантность. Для тех, кто не знает, мы с вами немножко позже все это обсудим. И, друзья, все эти правила распространяются на любую рекламу, абсолютно любую. Увидим это уже по ходу нашей встречи. Итак, начали. Наше занятие мы разделим на две части. Первая часть – основные правила, ошибки. А вторая часть – это техника создания одностраничника. Начинаем с первой части. Давайте рассмотрим следующее. Перед созданием одностраничника мы должны определить для себя что? Тему. Что мы предлагаем и в какой форме? Вебинар – это курс, книга или видео. Что получит подписчик, где подпишется? Вот те преимущества, о которых я говорила неже. И далее мы должны учитывать, на какую аудиторию одностраничник на одну и ту же тему, да может быть их очень много, в зависимости от того, кому мы это транслируем. И помним следующее. Одностраничник не находится в безвоздушном пространстве. У нас не просто ссылка. Я часто закажу, когда в соцсети, вижу брошена ссылка и всё. Что ссылка, про что? Ни тебе здрасте, ни до свидания. Вот я взяла свой фрагмент из своего объявления на Фейсбуке. Вы видите, у меня стоят слова «Как создать одностраничник». Это заголовок. Ошибки при создании одностраничника. А далее стоит ссылка вот на этот одностраничник. И смотрите, я вот здесь делала такую стрелочку. Мы одновременно с вами точечно делаем те удары, да, какие нам нужно будет применять всегда и везде. Выбывает, создается такое длинное объявление, что вот ссылка на одностраничник попадает под кнопочку «Еще». В посте в социальной сети, вот, например, в Фейсбуке, не видно вашей ссылки. Нужно нажнать кнопочку «Еще», чтобы её увидеть. Я думаю, что это всем понятно. Поэтому саму ссылочку мы ставим близко в нашем тексте, чтобы в самом посте было видно, без нажатия всяких дополнительных кнопочек, чтобы увидеть эту ссылочку. Ещё я обычно добавляю какую-то картинку, которая приковывает внимание, чтобы вот в этом потоке сообщений, которые идут в социальных сетях, как-то остановить взгляд. Итак, вы поняли, что в безвоздушном пространстве ваша ссылка не находится. И тут мы сейчас перейдём к следующему понятию, то, что называется «релевантность». Сейчас я взгляну на следующий сайт, слайд. Перейдём к следующему сайту. Вот здесь мы одновременно видим само объявление, сам одностраничник. И подходим к понятию «релевантность». Если вы пишете в своём объявлении «Создать стать одностраничник» ошибки при создании одностраничника, то, пожалуйста, и на своём сайте одностраничники должны звучать те же слова. Обратите внимание, что в объявлении у меня стоит «Создать сайт». И на самом сайте у меня опять одностраничник. Ошибки при создании одностраничника и в подзаголовке у меня, да, тоже это есть. Про ошибки. Форма подписки стоит. Здесь у меня видео, где он услышит, что он получит преимущество и решение его проблемы. Только после этого он оставит свои данные. Вот оно, понятие «релевантности». Должны совпадать слова. А далее, вот здесь у меня написано, ключевые слова повторяются в тексте объявления и на самом сайте. И ничего лишнего. Вы знаете много и про всё. Но мы должны бить в яблочко, в цель. Конкретная тема. Сейчас люди приходят на решение какой-то одной проблемы. Мы можем только так вызвать их на наше мероприятие. В данном случае мероприятие. Точечные только в тему. И теперь главное, чтобы состоялась полная релевантность, чтобы на мероприятии звучала заявленная тема. А то бывает, тебя приглашают на одно мероприятие, ты ждёшь развития этой темы, а там совсем про другое. Это если бы, например, мы вас позвали на одностраничник, и мы сейчас эту тему здесь и развиваем. А я бы начала вам, например, про личностный рост. Возможно, это интересно, но не совпадает с заявленной темой. Вот до сих пор всё понятно. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Кому всё понятно? Десяточки в студию. Всё понятно? Замечательно. Идём дальше. И теперь я хочу вам показать примеры некоторых сайтов-одностраничников. Во-первых, хочу обратить ваше внимание. Вы видите, не больше трёх цветов. Могут быть какие-то сигнальные цвета дополнительные. Сейчас наступило время, когда человеку нужно очень быстро уловить, что ему дают, чтобы его ничего не отвлекало. Потому как многие делают анимации. Не надо всё, что мы умеем делать на сайтах. Помним нашу основную цель. Представим человека с той стороны экрана, с той стороны вашего одностраничника. Он пришёл на решение своей проблемы. А не увидеть ваше умение вставлять анимацию, разноцветные какие-то игрушки, цвета. Всё очень корректно. Обратите внимание, как сделаны те ресурсы, которые пользуются известностью во всём мире. Фейсбук. Он решён был в их тонах. Вконтакте. Там тоже всё очень спокойно. Нет ничего раздражающего. Всё спокойно. Только прочитать то, что тебе нужно. И здесь вы видите хроника подписной базы в заголовке. Хроника подписной базы на книге. Вот здесь указано, что он получит. Курс и инструкция. А далее прописано то, что называется булиты. Те преимущества, которые он получит. Очень спокойный и красивый сайт. Всё выполнено. Полная релевантность. Главное, чтобы пришла инструкция на эту тему. А она придёт. Берём следующий сайт. Обратите внимание, он тоже решён в очень спокойных тонах. Здесь их не более трёх. Красный, голубой и чёрный. Вы видите, в заголовке, как самому создать свой сайт за 30 минут. Мы то же самое видим на картинке. Мастер-класс. Сайт за 30 минут. Видите? Далее. Вот скажу сразу. Я знаю автора этой рассылки, этого сайта. Людка, ты здесь. Вот эту картинку она создала сама. Как это делать? Мы вас научим. Далее. Мы видим, что она предлагает бесплатную видеоинструкцию. И далее. Что они получат в результате того, что подпишутся вот на этот одностраничник. Им придёт потом то, что они заказывали. Вот они основные правила создания одностраничников или страниц захвата. Почему я вначале стала говорить, что мне сейчас начинает больше нравиться страница захвата, лейдинг-пэйдж или сайт-воронка. Потому что одностраничник, он может быть разным. Вот видите, вот здесь сайт, он без формы подписки. Между нашим одностраничником и письмами, которыми пойдут, может быть какой-то промежуточный одностраничник. Уже не с формы подписки. То есть правильнее это будет назвать сайт в одну страницу. Без меню. Поэтому вот я говорю, что есть страница, сейчас мне больше нравится, страница захвата. Здесь вы видите тоже не больше трёх цветов. Здесь вставлено видео. Здесь далее предлагается, я дальше не делаю скриншот, оставить на этом же сайте, можно будет оставить свои комментарии в Фейсбуке или ВКонтакте. Вот то, что называется сайт в одну страницу. И теперь ещё раз о релевантности. Это очень важно. Ведь задача одностраничника – выйти на целевую аудиторию. И я вам вначале сказала, что те же правила будут действовать при любой рекламе. А рекламой мы потом займёмся. Мы сейчас, создавая одностраничник, уже закладываем фундамент тех знаний, которые нам понадобятся на потом. Вот человек, когда в строку запроса вводит то, что он хочет, в данном случае обучением в Амбэй, обратите внимание, появляются сайты на его запрос. И на первом месте стоит сайт, где что? Вы видите, точно в заголовке стоит обучение в Амбэй, запрос. И в заголовке то же самое. В теле объявления опять обучение в Амбэй. Вот здесь всё сделано в объявлении правильно. Теперь для полной релевантности нужно только знать, что там действительно ему выдадут обучение в Амбэй, а не что-либо другое. Потому что интернет сейчас заполнен людьми разными. Люди кликают, платят деньги, но получают отнюдь не то, что они просили. Вот несублюдение всех этих правил и есть ошибки в создании одностраничников. А одностраничники используются в любой рекламе. Будь то Яндекс.Реклама, Яндекс.Директ, таргетинговая и какая-то другая. Об этом будем говорить дальше. Давайте буду тоже придерживаться релевантности. У нас тема одностраничник и с неё не сходим. Идём с вами дальше. И вот схема, когда у нас уже одностраничник заработал. Есть ваше объявление. В теле этого объявления стоит ссылка на ваш сайт одностраничник. И вот на него идёт трафик. Одностраничник, сайт Воронка. И вы должны выдать что-то полезное, но, друзья мои, бесплатное. И вот мы с вами приходим к следующему выводу. Из того, что я вам сказала, выходит следующее. Что одностраничников должно быть много. Мы должны их создавать по правилам, прежде чем лепить. Должны подумать и о заголовке, и о подзаголовке, и о цветах. И должны ещё их тестировать. И какие есть у нас варианты создания одностраничника. А варианты следующие. Вот смотрите. Если мы будем заказывать, вот маленький скриншот того, что я сняла из интернета. Одностраничные сайты от 24 900 рублей. Мы помним, что их должно быть много. Умножайте 24,90 на цифру много. Да, здесь вам обещают конверсию 43%. Друзья, может первые два дня и будет, а потом всё заканчивается. Этот опыт прошли многие. Далее. Многие говорят, да можно бесплатно. Да нафиг я буду платить. Пожалуйста. Ещё один скриншот. Получите бесплатную через 14-дневную версию. Создать бесплатно. И есть третий вариант. Создать самому. Вот кто выбирает вариант создать самому, остается здесь в комнате. Кто за вариант создать самому, чтобы немножко мой монолог разрядить, поставьте 100. Так, пошли сотни. И поэтому я хожу к варианту создать. Количество людей в комнате не уменьшается. Значит, все за вариант создать самому. Те, кто не был на первом занятии, то для тех, скажу, те, кто был, они знают, что на первом варианте, на первом уроке, в предыдущем, в рамках нашего курса, мы уже озвучивали, что мы создаём одностраничники и всё, что здесь будет у нас дальше, на сервисах компании InWeb24. Ну, сейчас мы с Владимиром переходим в технической части. Что нам нужно сделать? Вторая часть нашего балета, да, нашей встречи. Прежде всего, приобретаем доменное имя. Ваш сайт должен иметь своё эксклюзивное имя. Выбираем конструктор. Какой критерий выбора? Простота и результат. Поэтому мы выбираем сервисы компании InWeb24. Так, почему-то я пришла сюда. А, да, я пришла сюда. Секундочку. Секундочку. Значит, первое, что мы делаем. Мы выбираем своё доменное имя. Доменное имя покупается. И можно купить его через компанию InWeb24. Через компанию InWeb24, потому что сама компания доменными именами не занимается. Но та компания, с которой сотрудничает компания InWeb24 по доменным именам, у неё очень хорошие доменные, хорошие цены. И можно выбрать любое доменное имя. Как это делается? Делать вы это будете, друзья, те, кто новенький, с помощью видеоуроков и с помощью человека, который пригласил вас на эти занятия. Кстати, это тоже преимущество. Когда вы будете приобретать где-то доменное имя, вы останетесь один на один со своим доменным именом. Вот как правильно его приобрести и всё сделать, пожалуйста, с человеком, который вас сюда пригласил. Но основные моменты я покажу. Вот здесь вы вписываете своё доменное имя, которое вы придумаете. Подумайте хорошенько над ним. Это как имя, которое вам дали родители. Вы даёте имя своему доменному имени. Теперь это ваш ребёнок. Вы выбираете ту зону, в которой хотите, КОМ, БИС, смотрите ещё на цены, проверяете на доступность и далее оплачиваете. Я не буду здесь долго на этом останавливаться. Есть и видеоуроки, и человек, который вас сюда пригласил. Далее мы будем входить в конструктор компании, который есть у меня. Мы пойдём, у вас после того, как вы приобретёте конструктор компании InWeb24, купите доменное имя с человеком, который вас пригласил. Вы дойдёте до того момента, который есть у меня в веб-офисе, это в моём веб-офисе. А сейчас мы с вами перейдём уже непосредственно, это уже мой заключительный сайт, да? А сейчас я иду на показ рабочего стола и в живом режиме, в прямом эфире, мы создадим с вами одностраничник. Иду на рабочий стол, сейчас всё загрузится. Я буду показывать создание одностраничника на своём, на том сайте, который я, в общем-то, вам и показывала. Меня видно? Рабочий стол виден? Мне кажется, что виден постат, цифру 5, что видно. Виктор, да-да-да-да-да, всё. Не, пошли плюсики, значит всё. Всё видно? Всё. Значит, я перехожу. Сейчас я вам покажу, какой сайт мы будем создавать. Я покажу вам его на экране. Вот мой сайт. Вот мы и будем повторять то, что называется. Теперь я иду в свой веб-офис. Я выхожу сразу, да. Вот я уже нахожусь в редакторе сайтов. Я пойду в этот. У меня всё подготовлено. Я иду сразу на редактирование. Сейчас начну. Я тут слишком долго отсутствовала. Поэтому сейчас я выйду отсюда. И начну сначала. Я захожу в свой веб-офис. Захожу в конструктор. Вот моё основное доменное имя. Одно из моих имён. Почему я делаю акцент на основное, вы поймёте дальше. Активпою.org. Я вхожу в конструктор. Войти в конструктор. А тут немножечко загружается. Я одновременно буду говорить вам и показывать сам конструктор. Вот я вошла в свой конструктор и показываю. Вот здесь вот большая плавающая панель редакторская. Она двигается в разные стороны. Её можно вообще свернуть. Она станет маленькой. Её можно развернуть. Вот так она выглядит. Вы видите на ней картинки. Каждая картинка несёт свою функцию. И если мы начинаем создавать свой сайт. Я вот... Мы пройдём вот сюда. Вот на этот веер. Дизайн. И здесь нам могут предложить шаблоны. Вы можете выбрать шаблон. А можете выбрать шаблон и всё равно сделать всё по своему вкусу. Сделать сайт, не похожий ни на один другой. Подробно здесь не буду всё рассказывать, да? Потому что это вы всё узнаете в видео уроках. И в тех уроках, которые мы будем проводить для тех людей, кто приобрёл конструктор сайта. Но сейчас я иду, сворачиваю панельку. Сейчас я её разверну. И я иду вот сюда, на странице. Но прежде чем пойти, вы обратили внимание. Вот это фон моего сайта. Он синий. Он так подобран мой. Текст, фон текста у меня выбран белый. И теперь мы идём на странице. Я нажимаю вот эту картиночку страницы. Здесь всё подписано. Страница. И обращаю ваше внимание. Помните, я вначале заявляла, что мы на одном доменном илине можем создать энное количество одностраничников. Вот здесь вот, вот всё, что у меня перечёркнуто красным, такой красный глаз, да, это мои одностраничники. Их много. Очень много. Может быть больше. Каждый выступает самостоятельно. И адрес каждого этого одностраничника я могу вставлять свои объявления. Но давайте мы с вами сделаем следующее. Мы с вами прямо сейчас создадим страничку. Одностраничник. Что я делаю? Добавить страницу. Давайте я уже тут делала, да. Сейчас я вот это сделаю. Удалить страницу. Удаляю. И добавляю страницу. Чтоб начать с нуля. Добавить страницу. Видите вот эту кнопочку? Я по ней кликаю. У меня появилась надпись «Новая страница». Вот здесь справа я даю ей название. Я пишу латиницей. «Тест». Вот не перелила «Регистр». А тут есть «Скид». «Тест». «Тест». «Тест-1». Остальное я убираю. Обращаю ваше внимание. Вы видите, вот здесь сразу появилось название этой страницы, которую мы будем делать. Следующее, что я делаю. Я хочу, чтобы она была скрыта. По одной простой причине. Я хочу, чтобы она выполняла самостоятельно свою роль. Скрыть страницу. Кликаю сюда. Появляется птичка. И теперь я делаю «Окей». Все. Подтвердить все, что я сделала. И теперь мы начинаем с вами наш путь с нуля. Я нахожу эту страницу. «Тест-1». Я иду сюда. «Открыть страницу». Я думаю, что я не очень быстро говорю. «Открыть страницу». Хочу, чтобы вы следили за моими действиями. «Открыть страницу». «Открываю». Теперь я что делаю? Я вот это все сворачиваю, чтобы мне не мешало. Здесь я кликаю. И смотрите. Как только я кликнула, сразу появилась маленькая... Левый кнопкой мыши кликнула, появилась маленькая редакторская панель. И мне предоставлено поле, обтянутое... Вот давайте я даже вот это подвину, чтобы не мешало, да? Обтянутое зеленой рамкой. Зеленая рамка, это означает, что только на этой странице. Потому что при работе с сайтом мы можем что-то делать на всех страницах. Видите? Вот то, что касается всех страниц, у меня в голубой рамке. А вот это у меня здесь должен быть эксклюзив. И рамочка идет, зелененькая. И здесь я... Только я кликаю сюда вот внутри этого поля левый кнопкой мыши, появляется маленькая редакторская панель. Она тоже ползает туда-сюда, но пускай здесь стоит. И вы вспомните сайт. Он начинается с заголовка. У меня уже все подготовлено. Я в нашей встрече ждала. Я иду на пункт меню изображения. И смотрите, что происходит. Идет обращение к моему компьютеру. К моему компьютеру. Для того, чтобы мне вставить сюда на мой сайт какие-то изображения, что-то, все должно уже быть сохранено на моем компьютере. Вы можете это придумывать сами, скачивать на свой компьютер из интернета. Этому мы всему научим. Но у меня уже все сделано. Я выбираю ту картиночку, которая у меня должна быть с заголовком. Я ее создала заранее. Как это делать, мы вас научим. Я кликаю по ней. Можно два раза. Смотрите. Появилось следующее окно. Я вижу, видите, этот конструктор визуально все видно. Я вижу, что, видите, занимает только часть. Но я помню, что у меня сам сайт на 900 с чем-то пикселей. Поэтому вот здесь, в этом поле, я семерку меняю на девятку. Так, 900. Видите? Вы видите, у вас на глазах увеличилась та картинка, которую я вставила. Теперь обращаю ваше внимание вот сюда. Вот здесь, в зависимости от того, куда вы нажмете, ваша картинка будет слева, справа или посередине. Я выбираю середину. Далее, я больше здесь ничего не делаю, но я должна подтвердить, что я со всем, что проделала, согласна. Окей. Окей. А вот здесь я должна зациклить, поставить, кликнуть еще вот на этот маленький окей. Вы видите? Прошло ровно три секунды со всеми моими словами, но минута прошла. И у нас уже стоит, у нас уже стоит заголовок нашего, нашего сайта одностраничника. Следующее. Я теперь вызываю в жизни вот эту вот панелечку, да, и делаю развернуть. Я продолжаю построение своего сайта. И вот на этой панельке я нахожу вот эту вот штучку, да, вот знак игрушки на лего похожа, да, я по нему по этой картиночке кликаю, и у меня появляется следующее. Видите? Много-много картиночек. И все они работают следующим образом. Левая кнопка мыши. Вы зажимаете и тянете куда вам надо. Здесь можно вставить тексты, графику, видео, слайд-шоу, галерея, блог. Можете сделать онлайн-магазин, меню, блог, навигацию, логотип, скрипт. Мы до всего до этого дойдем, но позже. У нас сегодня занятие просто показать. Вот если я сейчас вставила картинку, то сейчас я вставлю тексты, графику. Вот я беру вот эту иконочку, я зажимаю левую кнопку мыши и начинаю тащить эту иконочку. Видите? Выбираю только на этой странице. Отпустила. Видите? Опять появилось вот такое поле белое, обтянутое зеленой. Рамочка это значит только на этой странице. Слово содержания я уберу, пускай его не будет. Я кликаю левой кнопкой мыши для того, чтобы мне вызвать к жизни вот эту маленькую редакторскую панель. Это я сейчас сворачиваю. Она появилась сверху. Я ее перетащу. Вот хочу, чтобы была здесь. И сейчас я хочу вставить текст. Так как я экономила наше время, да, то я заранее создала текст. Вот я его копирую. Ctrl C. Я опять возвращаюсь в наш конструктор сайтов и вставляю вот эту буквы. Да, видите, ну вот так оно вставилось. Можно сразу писать, а потом можно вот так ее вставить. Что я делаю? Дальше начинает работать как обычный, как самый обычный редактор, да, Word и так далее. Мы выделяем текст, на котором мы хотим поработать. Мы хотим сделать его жирненьким. Мы хотим увеличить его размер, да, он так очень маленький. Давайте сделаем 24. Бабах! Вы видите, вы сразу видите, что ваш текст увеличился. Пока мы еще у нас, да, с вами он отмечен. Давайте поставим его посередине. Видите, он перешел в середину. Давайте мы теперь поменяем цвет текста, меняем, выбираем красный. Вот здесь сразу появилась вот эта панелечка. Нет, зеленый нам не нужен, потому что зеленый. Да что такое? Так, вот мы в красном цвете. Вот по окружности мы выходим в красный цвет, а теперь нам нужно подвигать вот эту вот точечку и вот этот цвет по-моему подходит. Обычно я запоминаю цвет, который мне понравится, вот так просто копирую и запоминаю этот цвет, чтобы потом просто вставить. Но сейчас мы этого делать не будем, но я его копирую, но все равно скопирую и делаю что? Окей, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот делаю вот этот маленький окей. Пожалуйста, мы видим текст, который мы сделали. Итак, только что с вами мы поставили картинку, текст, а теперь начнем делать то, что называется скрипты. Что это такое? Опять я выхожу вот на этот модуль игрушку лего, опять у меня появляется много-много картиночек и я выбираю скрипт. Почему? Вы помните, на моем сайте стояло видео и я сделала следующее. Как делать скрипт вашего видео? Мы научимся, но у меня этот скрипт уже есть. Я его копирую. Этот скрипт я сделала для чего? Мне очень важно, что человек, который выйдет на мой одностраничник, сразу подождите, я посмотрю одну секундочку. Одну секундочку. Я посмотрела в скайп, сейчас я перейду в комнату, пока никто не пишет, что слышно меня, не слышно. Сейчас на секундочку зайду в комнату, на секундочку меня слышно, не в пустоту ли я говорю. поставьте пожалуйста плюсики, если все нормально. Если все нормально, а то я говорю много. Так, возвращаясь в редактор, в редактор и продолжая. Мне очень важно, чтобы человек, который попал на мой одностраничник, и у меня там вставлено видео, чтобы это видео заговорило сразу, как он кликнет. И есть специальный сервис, который берет видео с ютуба, и так его можно обработать, что видео будет запускаться сразу. Чтобы так получилось, генерируется определенный код, скрипт. И поэтому вот что я делаю. Я беру этот скрипт, который позволит мне запустить мой сайт, мое видео сразу при открытии сайта. Опять выбираю только одну секундочку, тут нужно немножко потренироваться. Так, 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 мне нужно только прыгать немножко, только на этой странице, видите? Отпускаю кнопку, и появляется следующее, вот такое белое поле, куда я и вставляю этот скрипт, который только что скопировала. По привычке делаю вот этот, не по привычке, а по правилу, вот этот маленький окей, все, код заработает после публикации сайта. Замечательно, но мне нужна форма подписки, помните? И для нее у меня тоже подготовлен скрипт. так, вот код формы подписки. Я его копирую у себя, иду опять сюда, на наше с вами построение сайта. И теперь опять беру скрипт. Я его беру и тащу. Мне нужно, чтобы он попал, видите, рядом с моим видео. Если вы помните мой сайт, видео и форма подписки, они стоят рядом. Отпускаю, обращаю внимание, помните, в зелененькой рамочке, только на этой странице. Отпускаю левую кнопку, и здесь опять появляется поле для вставки на этого скрипта. Ба-бах, вставливаем, окей, все. А теперь, друзья мои, я иду его публиковать, но прежде чем публиковать, я сделаю следующее. Посмотрите, сейчас мы работали с вами над страницей, которую мы обозвали, назвали тест-1. Я на всякий случай скопирую. Тест-1. Я сверну, еще раз разверну, я сохраню этот сайт, сохраню на конструкторе, чтобы он, если что-то произошло не то, чтобы я всегда могла, такая возможность есть, восстановить ту версию, которая была. Мало ли, что я испорчу. Так, я сейчас еще раз нажму. Видите, сайт успешно сохранен. А теперь я иду опубликовать, опубликовать, публикуется. Буквально идут секунды. А теперь смотрите, вот здесь ваш сайт успешно опубликован. Вы видите, здесь имя моего сайта. ActivePoU.org Вот на этот конструктор стоит вот мое вот это доменное имя. Я кликаю прямо здесь. Я хочу выйти на этот сайт, который опубликован. Кликаю. Так. Опа, кликнула что ли? Пошел опубликовываться. Кликнул, но не туда. Вот он. Вот он. Так, я плохо опубликовала, но я сделаю это еще. Ах, вот он. Вот он появился, да? Вот он. Нет, это не он, это вот оригинал, к которому мы идем. вот это видео, да, мое стоит и форма подписки. Я еще раз иду на редактирование сайта, потому что я хочу вам показать одну очень важную деталь. Опубликовать. И теперь я кликаю вот сюда и сразу перехожу на мой сайт в интернете. Вы видите, мы с вами не это создавали. Что такое? Ничего страшного. Это та самая страница в моем конструкторе сайтов, иду сюда, да, которая открыта, да, а я иду сюда. Нет, не сюда. Вот, да, вот сюда. Она открытая. Что я делаю, чтобы выйти на ту страницу, которая мне нужна? Я ставлю знак слэжа, косая черта, и после нее название той страницы, которую мы с вами делали. Я даже ее название скопировала. И теперь внимание. Кликаю сюда. Вы видите? Я открытая я открытая я открытая мы получили тот одностраничник, который мы делали. Скажите, пожалуйста, сколько мы времени потратили на это, чтобы создать вот этот сайт одностраничник со всеми моими комментариями? Я сейчас не буду здесь уже как стрелочки вставлять, делать. Этого не буду делать. А я хочу вам показать только одну вещь. Я опять иду в редактивную редактивную сайта. Вы заметили, что на сайте стоит форма подписки. Видите? Форма подписки, она формируется в так называемом сервисе, который называется почтовая программа InTouch. Это тема уже следующего занятия. Но одну вещь не очень хочется вам показать. Вот смотрите, у меня подготовлен этот сервис. У меня форма подписки в этом сервисе уже создана. И вот эта форма подписки одностраничник. Я сейчас иду на ее редактирование. Редактирование. Сейчас она появится. И давайте здесь я ее для быстроты просто возьму и немножко изменю. Сделаю ее меньше. вот делаю такой вот кривой. Не в этом дело. Мне главное показать. Я делаю сохранить. И теперь смотрите. Я больше не хожу на мой сайт. Не хожу. То есть не хожу в редактор сайта. Я иду на мою страницу. И я просто нажимаю кнопкой 5 обновить. И вы видите я не заходила в редактор. Я не меняла скрипты. Я прошла в ту программу, о которой будут говорить в следующем среду. Это программа InTouch создание формы подписки. Но вы видите, я там изменила, а здесь нажала всего-навсего опять обновить свой сайт. И стоит та форма подписки. Да, она некративая. Просто моей задачей было показать, как легко и просто работать в сервисе компании InWeb24. Сейчас, друзья, перехожу в комнату. Да? Перехожу в комнату. Так, кто-то видите тут 20 минут, да, мы потратили. Кто-то 5 минут. Вот мы с вами вот прошли создание одностраничника. по-моему, все, что я перехожу сейчас на слайды, больше экран нам не нужен, нам не понадобится экран. Все, что мы заявляли, мы с вами осветили, как создается одностраничник. И теперь давайте мы закончим следующим. Я еще раз хочу сказать следующее. У нас занятия абсолютно бесплатные, но для тех, сейчас будут люди переходить на следующее занятие, они будут более интенсивные, и там будут показаны такие фишки, о которых многие не знают, о которых облегчают жизнь, но только друзья с теми, кто приобретает инструменты, сервисы, компании InWeb24. И первое, что вам нужно приобрести, это конструктор сайтов. Вот когда я вам показывала, сколько у меня одностраничников на одном сайте, на одном доменном имени, некоторые делают то, что называется субдомены. Они экономят на доменном имени, а я экономлю на конструкторах сайтах, да, потому что поддоменные имена, субдомены, они хуже ищутся поисковыми системами, а вот та технология, которую я вам показала, может многие ей и владеют, она позволяет делать хоть сто одностраничников на одном доменном имени и конструктор один, да, замечательно. Теперь, друзья, следующее, я могу вам перейти уже к следующим занятиям, потому как очень многие люди сюда попали по моей рекламе и многих других, это на создание одностраничников. Мы будем на следующее занятие уже приглашать тех людей, я как немножко зацикливаюсь, повторюсь, тех, кто приобрел конструктор компании сервис МВ24. Стоит это удовольствие, друзья, 6 долларов в месяц, 6 долларов в месяц, вы слышите эту цифру? Это даже полмагазина не сходить, только до него дойти. Если вы еще не приобрели конструктор, что вам нужно сделать? Могут быть варианты следующие, вы зарегистрированы, когда идете в свой интернет магазин и покупаете конструктор. Как это делается? Вы заходите в свой бэк-офис, кликаете в магазин и выходит InPage. Вот это и есть конструктор сайтов. Нажимаете кнопочку заказать и вы с конструктором и с нами. Второй вариант. Вы не зарегистрированы. берете ссылку у кого кто пригласил вас в эту комнату, регистрируетесь под его оком через функцию показать экран в скайпе и переходите к пункту первому. Итак, и сразу после этого занятия сейчас я включаю Эдуарда Эльера. Он сейчас подойдет. Раз, раз, я уже здесь. Спасибо, Лидия, спасибо за классный урок. Друзья, давайте поблагодарим Лиду, да, потому что она для нас потрудилась. Понравился урок? Понравился? Замечательно. Если будут вопросы, друзья, после Эдуарда можете их задать. Yes? Я передаю тебе трубку и трубку в микрофон. Спасибо, Лидия. Значит, друзья мои, замочение задания. После этого занятия придет вам вот такое письмо, письмо с записью этого задания. Кто не заполнял еще такую анкетку и не связывался со своим наставником, заполняйте, потому что вы понимаете, что помощь нужна. Конечно, мы будем стараться по максимуму дать вам информацию, как сегодня это сделала Лида, но все равно будут нюансы. Там, что там, и когда есть плечо, человек, которого можно позвонить в любое время дня и ночи, возможно, у вас ночь, у него день, и задать вопрос, тогда дело пойдет быстрее. Согласны со мной, да? Кто согласен поставьте 5, кто не согласен двоечки поставьте. Это очень удобно. Поэтому эту возможность мы делаем специально для вас. Только ваша анкетка и сразу же ваш помощник с вами связывается по телефону и говорит, что делать. Поэтому отнеситесь очень серьезно к этому делу. Домашнее задание нужно будет обязательно выполнить. Неделя у вас на это есть, чтобы сделать сайт, потому что в следующую среду в этой же комнате у нас пройдет следующее занятие, где мы будем продолжать настраивать нашу систему. Поэтому задание вам нужно сделать. И еще одно объявление. Это понятно, да? Понятно. Поставьте плюсики, что это понятно. Задание нужно сделать. И еще одно объявление. Завтра в 16.30 в это же время в этой же комнате специально для своих подписчиков, для людей, которые уже начали обучаться, я проведу специальный вебинар о том, как Лида эту тему затронула. Это стать финансово независимым в будущем. Сразу это сделать не получится сразу, но уже в 2015 году выйти на пассивный доход минимум в 500 долларов. Поэтому я вас всех приглашаю завтра в эту же комнату в это же время. Ход будет тоже ограничен на 120 человек. Поэтому запишите себе на телефоне, что завтра в это время будет специальный для вас вебинар. На этом все. Спасибо всем за внимание. Делайте домашнее задание, связывайтесь со своими наставниками и до встречи. Всего доброго. до встречи. дна, Продолжение следует...